всем привет сегодня продолжаем тему иммиграции тема выбор страны в какую страну иммигрировать сегодня наш основной вопрос прежде всего решите куда вы едете выбор стран к сожалению не так велик как нам кажется если у вас есть этнические корни воспользуйтесь этим шансом сейчас последнее время очень активно принимают такие страны как израиль болгария польша греция германия минимум проблем максимум документов есть несколько путей для въезда в традиционные мигрантские страны такие как канада сша израиль и польша для иммиграции по этническому признаку вам требуется предоставить документы которые подтверждают ваше происхождение очень часто есть такая практика как если иммигрируют в израиль по этническому признаку вспоминать что у них есть в роду евреи бабушки и прабабушки дедушки не имеет значения у вас в роду были евреи только женщины или только мужчины сейчас и по мужской линии тоже определяют еврейство и у вас есть шанс получить пмж в израиле совершить алию за абсолютно законным образом воспользуйтесь этим если у вас есть еврейские корни в последнее время люди очень часто вспоминают что у них польская фамилия болгарская и опять-таки же начинают готовить документы это тоже очень верно сейчас есть школы которые позволяют вам подучить польский язык помогают вам назначить собеседование с консулом пройти этот экзамен как правило на собеседование спрашивают во первых ведут разговор с вами диалог на польском языке тем самым пытаясь узнать уровень вашего языка могут попросить вас успеть один куплет или припев из гимна рассказать о символах государства спросить что-то из истории страны традиции то есть будьте готовы ответить на абсолютно любой вопрос если проходит семья с детками как правило детей особо не спрашивают если особенно дети в возрасте дошкольном они автоматически получают разрешение на въезд в страну вместе с родителями как правило сейчас я рассказываю о польше о том как получить туда въезд на жительство это называется карточка поляка ли картка поляка как я называют есть такое же понятие и у болгар колтом карточка болгарина или карта грека например если человек даже не планирует эмигрировать но у него есть греческие корни он может получить эту карточку грека и без визово ездить практически во все страны шенгенского соглашения то есть это очень выгодно вы экономите на визовом сборе и в любой момент вы всегда можете приехать страну работать легально то есть у вас есть на это полное право очень оптимистичные прогнозы насчет канады канада принимает сотни тысяч новых иммигрантов ежегодно опять-таки же ваш шанс цифра обнадеживает воспользуйтесь этим в последние годы немножко меняется законодательная база квоты увеличивают на въезд граждан так как страна действительно занимает огромную территорию правительство страны четко понимаешь что нужно заселять новыми людьми и дают такую возможность также есть возможность иммигрировать в канаду масса программ я думаю что об этом немножко позже с вами поговорим в любом случае какой бы вы страну не выбрали это ваш выбор это ваша цель и сделайте приложите максимум усилий чтобы эта цель ваша мечта она стала реальностью все в ваших руках ищите информацию спрашивайте кто еще тот всегда найдет самое главное определиться куда вы едете зачем вы едете сможете ли вы себя ощутить счастливым нужным полезным в этой стране что вы можете предложить как специалист очень очень ценится профессиональная ваша деятельность ваш опыт работы ваше высокое образование ваши навыки ваши достижения в сферы науки технологии информационных я знаю что в последнее время ребята кто работает в сфере информационных технологий с успехом получает рабочую визу в канаду либо же в америку и потом через какое-то время подают заявку на грин карту получает ее свободно все это огромные возможности если есть грин карта вы сможете в дальнейшем ожидать и вида на жительство поэтому я вам всем желаю большого успеха немножко расскажу у нас солнечно вы не поверите октябрь месяц 8 октября сегодня мы сегодня так тепло я вот в маечке наслаждаюсь солнышком ветерок есть но такой легкий приятный поэтому всем желаем тепла и красивой осень